Всем привет! Как ваши дела? У нас хорошенькая погода и мыслерушка играем в кошки-мышки. А у вас впереди влог. Приятного просмотра! Иду по больнице Гелилиафа и хочу сказать, что люди болеют и другими болячками, не обязательно короной. А я пытаюсь найти выход из помещения. Я нет. Все окей со мной. Я просто забирала результаты проверки свекрови. Я точно иду на выход? Вроде да. У нас в больнице Гелилиафа можно заблудиться. Она настолько большая, все так запутано. И есть куча указателей, но все равно фиг разберешься. О, кажется, я нашла свет в конце туннеля. Как мы видим, нет ничего страшного. Обычный день, обычная жизнь. Да, уровень омикрона вырос. Такая вот красота здесь. Куча разных аптек, одежды, обуви, подарков. Улыбчивые медсестры. Сколько шариков. И на улице вокруг больницы все тихо, без суеты. Так что все под контролем. Добро пожаловать в царство зарабичан. Мужчин, красавцев. Давно вам не показывала порядки, но пришло время. Нет, я не то, что жалуюсь. Имеют полное право. Они же сюда на работу приехали. А непорядки в квартирах наводить. Зачем убирать? Можно и так. Понятно, что в тех квартирах, на которые они себе заработали... Леру, ты тут не впечатляйся. У них будет полный порядок. Тут некогда. Работать надо. Ну, наверное, если бы и я по 12 часов работала, у меня бы тоже не было времени убирать. Просто разъезжаются, дорогие товарищи. Поэтому сдается квартира сейчас. Надо ее освободить. Вот самая чистая комната. Может, вам плохо видно, но это зеленые попугайчики. Как их много. Класс. Просто против солнца не особо понятно, что они зеленые. Чирикают здесь такие. А это детская площадка. Сейчас время послеобеденное. И посмотрите, ни одного ребенка. Бедные дети сидят в карантине, наверное. Мы с Лерой вышли погулять с таким, чтобы не контактировать много с детьми. А тут их и нету. Так что прям личная детская площадка. Кайфует. Леруша кайфуша. Это мы на площадке Ворокива. В Израиле время цветов. Расцвели желтенькие. Как красиво. Целые поляны. Желтой красоты. А тут-то начинается веселее. Тот случай, когда у тебя две полоски, но ты не беременна. Домашний тест показал, что у меня корона. Вот веселота. Сейчас поеду в МАДу. Ну, в скорую помощь. Сделаю там тоже тест на антиген. Посмотрим, что там покажет. Если тоже две. Ну, все. Захожу в карантин. На пять дней. Ох, веселуха. То, главное, чувствую себя нормально. Да, немножко как бы дерет в горле. Кашляю. Но я не скажу, что это что-то такое. Ну, дай бог, чтобы и дальше так было. Спустя два дня у Бениаминей людей больше. Ну, не так, чтобы сильно много. Но уже в три раза больше. Такая классная как раз погода. Мне тут, чувствую, придется на карантин зайти. Ой, я раньше не обращала внимания. А сейчас вот там стояла в очереди. Мы уже близко около проверяющих. У них по восемь тестов на одном листе. Они приклеивают как бы и ждут результат. И там лежало три листа по восемь штучек. И на каждом листе один был положительный. Представляете? То есть сейчас каждый восьмой он положительный на корону. Это просто пипец. Не, ну это, конечно, такая выборка из трех листиков. Но, но, ого-го, весело, однако. Ну что ж, можете меня поздравить с официальным результатом короны. Я теперь тоже в царстве коронированных. Чувствую себя хорошо. Так что излишние переживания в сторону. Да, есть, вы знаете, один момент, который отличает простуду и корону. Это когда вот тебе вот в горле мешает что-то, слизь, да? Но она не просто мешает, а как будто вот так потихонечку режет ножом. Такое ощущение. Либо что тебе какой-то осколок льда там, ну не холодного, а просто вот дерут себе горло. Вот такое ощущение. Но терпимые. Самое обидное, знаете, в что, в чём? Это то, что надо сидеть пять дней дома. В закрытом вот таком состоянии, чего я очень не люблю. Ну и ещё обидное то, что две недели назад я купила билеты на концерт или акселероды нашего местного комика. Так давно нигде не были. Решила, сходим, там маленький зал, маленькая аудитория, в Натании, близко. И вот уже завтра это представление, а я на него не могу попасть и поехать. Вот такая вот печалька. Билеты попытаюсь по самой минимальной цене продать. Может кто-то поедет и кайфанёт за меня. Ну всё. Всем спасибо за просмотр. Будьте здоровы теперь уж точно. И берегите себя, носите маску. И я даже не представляю, где я могла заразиться. Потому что, ну, за последние дни я, на самом деле, много была дома с Лерой. На площадке, вы видели, не было вообще людей. В больнице, ну, это слишком быстро не могло произойти. К тому же я там была проходом. Разве что в предыдущей очереди, где я стояла, и каждый восьмой был потенциально больной. Ну, в общем, как-то так. Что уже есть, то есть. Так что всем хорошего настроения и пока-пока. Продолжение следует...